Никто не может исправить своих дел, не любя ближнего и не заботясь о его спасении. Собственная польза каждого соединена с пользой ближнего. У кого две одежды, тот дай неимущему. И у кого пища, делай тоже. Иоанн Предтеча О трехлетней Полиночке Санниковой из небольшого города Ирбит Свердловской области мы рассказывали в начале лета. У девочки тяжелая форма детского церебрального паралича. После выхода в эфир сюжета сразу несколько десятков телезрителей захотели помочь семье Санниковых не только с оплатой лечения, но и поддержали добрыми словами. Кто-то отдавал именно советы, как лучше сделать в той или иной ситуации по поводу лечения. В церковь надо больше ходить, многие говорили, что верить в Господа и за Божьей помощью все получится. Оплатить курс лечения в санатории города Евпатория удалось с помощью пожертвований, отправленных для Полины в благотворительный фонд предания. Собранных на личные реквизиты средств хватит еще на два таких курса. Но уже после этой поездки Полиночка радует родителей новыми достижениями. Она эмоционально, умственно стала развиваться лучше. Какие-то вот у ней движения появились, каких не было до этого. Ну, например. Руками больше стало двигать и, как сказать, попытки взять что-то там, и это появилось. Помимо основного лечения, Полина смогла пройти курс дельфинотерапии и ипотерапии. Лечение в Евпатории будет приносить лучшие результаты, если проходить его регулярно. Благодаря вашей помощи, дорогие наши телезрители, у Полины теперь есть такая возможность. Низкий поклон вам, дорогие наши, за сострадание и неравнодушие героям программы. Хочу выразить от себя и от супруги, от Полины, и тоже всем благодарность, кто помог нам, кто отозвался на нашу просьбу. Искренне вообще благодарность. Большое спасибо всем. История, о которой пойдет речь в сегодняшнем выпуске программы, немного отличается от всех предыдущих. Это скорее не просьба о помощи, а история-пример об удивительной стойкой женщине, Светлане Кубасовой. После общения с ней, осознания ее горе и при этом какого-то невероятного оптимизма, просто не получается уже смотреть на мир как прежде. У Светланы двое детей. Старшему Мишу 8 лет, Илюше 5. Два с половиной года Мишу лечили от сложного онкологического заболевания. Ребенок прошел несколько курсов химиотерапии. Заболел мальчик, когда ему было всего два года. На теле появляются маленькие синячки. Вроде вызвало педиатра. Мне педиатр сказал, что ребенок, может быть, падает, играет. Ну как, если маленькие синячки? Это то есть, ну сейчас я знаю, да, это тромбоцитов нет у ребенка. Потом ножки начали отказывать. Тяжело, но ребенок очень вял, вялый был, капризничал. И ножки начали хромать. Все, вот приехали в больницу. Нам сказали, съездите, проконсультируйтесь на серфимодерябине. Я ехала туда, я не знала, что находится на серфимодерябине. Я знала, что там больница, а что именно, не знала. А вот у нас сколько это, вот, сыпь была, вот синячки, вот что потом уже окончательно, что он начал ногами плохо. Мы проехали, у нас тромбоцитов вообще ноль было. И лейкоциты были очень, там, 37 тысяч лейкоцитов у нас было, хотя норма 7 тысяч, она идет. Уже через несколько часов, после того, как пришли результаты анализов, Мишу положили в онкоцентр Екатеринбурга. Оказалось, причина такого количества синячков на теле ребенка – острый лимфобластный лейкоз. Если проще, то рак крови. И только спустя полтора месяца ребенок с мамой на несколько дней вернулся домой. После этого еще несколько лет Миша проходил лечение амбулаторно. На протяжении всего времени, пока ребенок получал лечение и химиотерапии, в его жизни было множество ограничений. Самое главное – Мише ни в коем случае нельзя было болеть. Допустим, кто-то там чихнет или кашлянет, я уже стараюсь с ней это быстренько взять. В поликлинику, если мы заходили, мы с Легой в масках ходили. Он, вот, в принципе, да, вот, Мишка, мы заходили в поликлинику, некоторые дети пальцем тыкали, ну, как-то дико, да, ребенок в маске поначалу, вот это сейчас все ходят, там ничего. На него пальцем тыкали, он гордо лицо поднимал, проходил, что так надо. Он заходил, он сразу же вставал в предбанник и говорит, где, маску одевай. Он, что все, одевал маску, он идет. Ему видно было, что как-то неудобно, тяжело, но он поднимал голову и проходил. Не то, что там некоторые, там, ой, сними, смени, мама, мне плохо, нет. После завершения химиотерапии Миша с мамой нужно было приезжать в онкоцентр дважды в неделю, потом один раз в неделю. И только спустя два с половиной года лечения врачи смогли с уверенностью сказать, что Миша здоров. Сейчас Кубасовы приезжают в онкоцентр раз в полгода на контрольный анализ крови, чтобы исключить вероятность рецидива болезней. Когда кровь сдаешь и ждешь результата, страшно, да, вот внутри все трясется, конечно, не показываешь это ребенку, а вдруг что-то не так. Но откидываешь, все равно откидываешь эти мысли, потом кровь в анализы получаешь, все, спокойно уже все, побежали домой, да, побежали домой. К регулярным анализам крови Миша относится очень спокойно. К счастью, ребенок уже забыл то время, когда лечился в онкоцентре. Хороший момент, когда, ну даже, ну, случилась такая беда, да, случилась она, что в таком возрасте ребенок не осознает. Конечно, допустим, тяжело мне, да, но я прошла через это, я раньше говорить не могла об этом у меня, у меня слезы, все-все-все было, потому что это очень действительно страшно, что никак, ну, нет, сначала ты не осознаешь, а потом это все тяжело. Все потом, все нормально, как-то смирились, все нормально, ну, нету никаких, все будет хорошо, и все. Самое главное – стоять на том, что будет все хорошо. Не надо думать, что что-то, а может быть, плохо будет. Нет, все будет хорошо, и надо идти к этому. Обычно курс такого лечения, как у Миши, занимает не больше двух лет. У Кубасовых получилось дольше на целых полгода. Все потому, что химиотерапия сильно ослабила легкие ребенка. И Мишу постоянно приходилось лечить то от простуды, то от бронхита. Была у ребенка и пневмония. Ситуацию усложняло еще и то, что, когда заболел Миша, Светлана ожидала появления на свет младшего сына – Илюши. У меня даже схватки в больнице начались. Мы капались, я терпела, ждала. У меня, ну, как схватки, не то что схватки, даже воды немножечко начали отходить. Я сказала сама себе, что нет, надо ребенок капается до трех часов. Все, потом поехали домой. Я пока походила еще, бабушку подождала, что она когда с ребенком будет сидеть. У меня врачи села в скорую помощь. Когда вызвала скорую, мне говорят, ты будешь рожать в больнице? Ой, в скорую? Я говорю, нет. Отдается, что в больнице нормально, все хорошо будет. Родила. Тогда, конечно, был ребенок маленький. С Мишей надо в больницу. Вот у меня подружки, соседи. Всем в ребенка в одеялке. Посидите, что мне надо с Мишей. Никто не должен в больницу, кроме меня, ездить. Вот в роддоме была один раз. Вот у меня бабушка поехала, но ее чуть плохо не стало, когда там кровь брали у Миши, что это ей для нее тяжело. Но это мое, я должна сама. И никому я не доверюсь, чтобы у меня с ребенком кто-то поехал в больницу. Прямого риска рецидива заболевания для Миши сейчас нет. Важно только не загорать, не простывать и лишний раз не волноваться. И, конечно, психологическое спокойствие в семье во многом зависит от мамы Светланы. Вспоминаю, да, что думаешь, господи, все-таки прошла же через это. Было тяжело, да, очень тяжело было. Но как-то все равно не надо. Потому что надо и жить так, что все будет все равно хорошо. Как бы что бы ни случилось, в любом случае надо переступать и идти вперед, что все равно надо мальчишек поднимать нормально. Спокойствие и оптимизм Светланы не может не удивлять. Конечно, эти два с половиной года, пока у Миши было множество курсов химиотерапии, были для Светланы непростым временем. Но женщина постаралась принять случившееся, извлечь для себя уроки и с Божьей помощью радоваться каждому новому дню. Как-то все, ой, ну иди, там, работала, да, вот вроде бы ребенок дома. Все, приходишь, сработает, это все будет. А здесь ты знаешь, что надо только вперед идти, что надо собраться, что прыгать, веселиться. И дети, да, радоваться всему. И дети смотрят на тебя, и так же не надо никогда, ой, там все плохо. Может быть, раньше вот ходила, там, у меня все плохо, там, жизнь не удалась, да, там, вот так вот не получается, вроде ребенка родила, и все же жизнь не удается. Размышления, конечно, это было, да. Сейчас, когда мама часто на работе, а Миша в школе на уроках, времени на то, чтобы просто побыть вместе, порой очень не хватает. Поэтому Кубасовы стараются ценить буквально каждый час, проведенный вместе. Ну, конечно, вот у меня угрозение совести, да, что я работаю, я не могу, ну, нет у меня присмотра, что за детьми. Вот в этом у меня угрозение совести. Ну, может быть, они на этом фоне, они сдружились. Они стали неразлучны. Если даже мы куда-то, почему, ну, вот, даже куда-то, если поехать, мне кажется, они не смогут даже неделю друг без дружку жить. Они настолько привучены, ну, привыкли друг к другу у него. У Илюши даже мелкий как-то, он более ближе к Мише. То, что он у него просыпается. А мама, где Миса? У него первое слово, мама, где Миса? Как-то его заснул с Мишкой, перелаживаю. Говорит, а где Миша? Как-то испугался, что, а где Миша? Вот в этом отношении, что у них такое как бы сильно нет. Я им всегда говорю, что мы вот семья, нам нужно друг дружку помогать, чтобы держаться вместе. Быстро съедать. Да, они как проглатывают, они быстро-быстро-быстро. У них тоже очень-очень-очень острые зубы. А это что? Тоже это вот? Да, это тоже пирамид. Еще никакие, но они маленькие рыбки. А это что? А это? Это тоже какая-то у нас морская звезда. А, вот это вот у нас морская звезда. Так иногда думаешь, лопа спать будет подольше. А все равно думаешь, ну, посплю день, день будет потерян. Все равно два дня выходных стараешься наверстывать. Уже ценишь уже то, что два дня выходных, да, или ты поспишь до 11 часов, пока Миша, допустим, в школе, или ты в это... Что-то можно сделать за это время. Потом уже поспать. Этой осенью, когда Миша стал первоклассником, мама, наконец, смогла вернуться на работу на полную ставку. Но денег, которые получает Светлана для семьи, в которой растет сразу двое маленьких детей, хватает только на самое необходимое. К тому же семья ухаживает и за пожилым отцом Светланы, дедушки Миши и Илюши. И уже на протяжении нескольких лет женщина не может сделать даже простейший ремонт в комнате, где мальчики проводят почти все свое время. Обои, потолки, допустим, поменять. Пол, я не знаю, я уже даже вообще даже... Что в поле даже нет слов, не то, что все равно что-то тоже надо делать с ним. Нужна обстановка, которая была, что они вон у меня все стены изрисовали, что мне это порисовать. Это у нас маленькие Илюши любят оторвать что-то где-то. Вот все равно. Вот да, вот это вот хотя бы, чтобы чистенько было. Не то, чтобы там что-то чистенько, чтобы все было в этом отношении, чтобы все хорошо было. Такая простая просьба помочь с ремонтом. По сравнению с теми суммами, что требуется иногда для героев программы, это покажется совсем небольшой. Дорогие наши, давайте сегодня поблагодарим Господа за то, что дал нам возможность познакомиться с такой удивительной семьей Кубасовых. Стойкость, мужество Светланы, ее радость каждому дню не может не вызывать восхищения. И сегодня именно у нас есть возможность сделать быть Мишей и Илюше еще более радостным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok